Добро пожаловаться! Вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги... У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «Добро пожаловаться». Последние в этом году, поэтому если есть, что накопилось, вот какие-то жалобы, вопросы, то тогда вы можете обязательно с нами связаться. Ну вот, кажется, все технические проблемы более-менее должны быть решены. Всех должно быть слышно. И еще раз повторю вопрос, который нам прислала слушательница. В подъезде пять лет пустует квартира, жильцы умерли, наследников нет. И получается так, что Домоуправление присылает счета за уплату коммунальных платежей. У меня как-нибудь слышно, нет? Да, слышно. Слышно. Сейчас слышно. «Что нужно сделать, чтобы эти долги не росли? Почему квартиру нельзя выставить на аукцион?» Вот спрашивает слушательница. Наверное, я отвечу. Стандартная ситуация. Просто нужно взыскивать этот долг. Проблема будет, что в процессе этого взыска пойдет квартира на аукцион. И в этом случае, если нету наследника, тогда, к сожалению, такой интересный закон. По коммунальной сфере, что все деньги, которые будут получены, они пойдут в государство. Не в уплату кредиторам, не в уплату накопительные фонды или погашения денег за тепло и так далее. Но, к сожалению, все деньги, в случае, если нету наследника на эту квартиру, они идут непосредственно в государство. Из этой точки зрения понятно, что эти деньги уже будут потеряны. И нужно по возможности быстрее двигаться по направлению к суду и взыску. Так уже понятно, что всем придется списать эти деньги. То есть, получается, что долг, который висит на квартире, кто его должен оплачивать, жильцы, получается, этого дома? Ну, по закону, за каждый у нас в нашем государстве должен платить за себя, с одной стороны. Но с другой стороны, то, что законодатель умалчивает, что в некоторых случаях получается, что весь дом ответственен за поставку тепла, воды и так далее. И нужно спросить у Сергея, может быть, у Сергея есть какие-то последние случаи, когда Рига Силтонс или Рига Суденс, в случаях, если владелец квартиры умер, списали ли? Я знаю, что закон это приняли давно. Это был еще, по-моему, 2012-2013 год, когда в этих случаях поставщики должны списывать свою часть долга. Но практически мы знаем, что мы сообща действовали между Домом права, мы все вместе, и информации не было, что Рига Суденса и Рига Силтонс списывают. Сергей, ты нас слышишь? Тебя не слышно, Сергей? Да, опять-таки, Сергея все равно не слышно. У нас получается какая-то странная ситуация, что вот только мы с вами можем говорить, а почему-то Сергей у нас выпадает из разговора, что бы мы не делали. Так, что мы тогда делаем? Пытаемся продолжить. Я могу попытаться попросить, наверное, может быть, подключить Сергея по телефону, сделать вот такой вариант. Давайте попробуем. Да. Не платно. Но почему получается, что если продается квартира, то все забирает государство? А если... А, может быть, я попрошу Сергея проверить провод. Может быть, здесь есть какая-то вот причина значит, вот этой несвязи. Но вот почему получается, что забирает деньги государство, а домоправдов, жители дома должны будут оплачивать эти долги из своего кармана? Ну, то есть, таким образом распределяется. Сейчас просто такой... О, слышишь, Сергей, теперь тебя слышно. Трудно, но слышно. Да. Хорошо, я буду говорить более четко. Да. Насчет того, что сказал Айвов. Первое. Рига Силтамс и Рига Суденс возвращают ту часть, списывают на себя ту часть затрат, которая является долгом лица либо умершего, либо прошедшего процедуру банкротства. То есть, происходит каким образом? Во-первых, мы должны им показать, что домоправление привело все необходимые юридические действия по взысканию долга, это раз. Второе. Тот период с момента, когда наступает факт невозможности взыскания долга, ну, допустим, человек умер, ну, скажем, в 15-м году. Значит, в этом случае все, что до 15-го года, до момента смерти, можно списать в Риге Суденце, в Риге Силтамс. То же самое, если человек прошел банкротство после вступления закона, поправок закона, это было в 14-м году, в Силту, значит, мы можем списать всю эту часть, то есть потребовать от Риге Силтамса и Риге Суденца взять на себя ту часть долга, которая необходима. Относительно лиц умерших, тут очень большой нюанс, если человек умер, то в Домоуправлении есть право возбудить дело о наследстве, и этим правом мало кто пользуется. Мы не можем быть наследниками, но мы можем инициировать процесс наследства и таким образом максимально ускорить процедуру перенятия собственности, либо отчуждения ее в пользу государства. Еще был вопрос относительно того, почему государство берет это все, что не в свой карман принимает. Вообще по философии государство осуществляет, скажем, неустановленное дело производства, то есть оно делает благо по отношению к бесхозному имуществу, оно о нем начинает заботиться. Поэтому с этой точки зрения государство никогда такие вещи не оплачивает. Но опять-таки повторюсь, если человек умер, наследников нет, процедуру бомбаследства можно возбудить хоть на следующий день после факта смерти и достаточно быстро довести процесс доказологического консультата. То есть что сейчас нужно сделать, вот, например, собственникам квартир в этом доме, чтобы не росли долги? То есть им нужно все-таки обратиться в Домоуправление с просьбой побыстрее возбудить вот это дело? Нет, вот это Домоуправление пошевелится, я бы сказал так. Домоуправление имеет право написать заявление любому нотариусу о том, что у них имеется такое неустановленное дело производства и его необходимо найти наследника. Нотариус принимает такое дело к рассмотрению, вот он и устанавливает. Есть наследники, нет наследников. Если факт отсутствия наследников подтверждается, то дальше сейчас процедура отработана, нотариус передает дело судебного исполнителя, и все очень быстро заканчивается. Денег вы не получите, но, по крайней мере, ту часть долга, которая возникла до момента смерти данного лица, вы можете попытаться взыскать. Очень все равно, конечно, плохо слышно. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, вы можете звонить, это я обращаюсь к нашим слушателям, задавать интересующие вопросы. Доброе утро, здравствуйте, пожалуйста. Да, 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 здравствуйте. Я уже сто раз звонил, одно и то же, по этим должникам. Два раза писал в РНП, и два раза они мне не ответили конкретно на мои вопросы. Почти не на один. 53 тысячи старых долгов, 35 тысяч актуальных, новых. То есть за этот год прирост составил 20 тысяч евро на дом, да. Во-первых, почему тянут с подачи в суд? Вот месяц не заплатил, подавайте в суд человеку. Подали в суд через 10 лет на владельца. И второе, то есть третий еще вопрос, да, вот я говорил с финной. Они говорят, почему? Это дичь. Это просто дичь у вас. Вот как вы пишите, что я обязан оплачивать за соседа. А с точки зрения честного государства что-то делает вообще? Вот за 30 лет что-то оно сделало? Да, спасибо. Спасибо, спасибо. Да, ситуация, ну вот ситуация, когда честный человек, который платит по всем счетам, оказывается в проигрышной ситуации, потому что ему постоянно тогда приходится оплачивать долги людей нечестных, которые... Ну, то есть само государство как будто бы нам говорит, что ребята, вот честный будет платить за всех, а кто похитрее, те, кто половчее, те могут попытаться и увильнуть от оплат. Я попробую сказать, если меня слышно, на самом деле это одно из отягощений, одно из неудобств, которые рождаются в связи с квартирной собственностью. Наличие у вас в собственности не только индивидуальной части, но и коллективной собственности, КОП и ПШМС США сдали, накладывают такие обязательства, что вы коллективно отвечаете. Значит, здесь выхода никакого не будет, и государство, построив такую модель квартирной собственности, ну, оно ни в чем не виноват. В данном случае эта модель подразумевает коллективную ответственность. И на самом деле претензии надо предъявлять к управляющей компании. И, кстати говоря, там есть возможности подать, и сейчас суды рассматривают вопросы. Если находят, что компания по каким-то внутренним причинам, ну, не обоснованно, то есть, ну, не выполняла фактически свои обязанности, своевременно не подавала в суд, то с компанией можно эти деньги взыскать. Нужно обращаться к юристам. Такие прецеденты уже были. Да, Айврос, есть ли у вас что добавить по этой ситуации? Ну, вот возмущенный такой крик души. Ну, про это мы говорили, наверное, там каждую вторую передачу про вопрос долгов, наверное, вокруг, около уже все говорили. Но у меня был по первому вопросу такое уточнение у Сергея Сергея. Первые 5-6 лет после принятия закона, изменения в закон о том, что поставщики должны списать свои доли долга. Мы помним, что не был списан ни один долг. Какова ситуация на данный момент? И подавал ли ты своего кооператива, например, за вот уменьшую персону, как было в вопросе, да? И насколько быстро Рига Судинс, Рига Силтумс или просто сейчас на данный момент это списывает в своей части долга? Я отвечу так. Да, они не принимали, особенно упирался Рига Силтумс. В свое время наш кооператив написал жалобу в том числе и в Совет по конкуренции. Совет по конкуренции этим занялся и очень плотно, и вынудил Рига Силтумс гасить эти долги. И на сегодняшний день все те случаи, которые попадают под то, что я сказал раньше, то есть человек умер после 2014 года или человек прошел процедуру банкротства после 2014 года, завершилась процедура банкротства. Обе организации принимают наши заявки на списание соответствующих долей своих долей. Да, списывают. Быстро нет, но они принимают и списывают. А там уже как быстро значение. У нас еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли дом коллективная собственность? Какое отношение к этому имеет государство? Если кто-то умер, то квартира должна перейти в коллективную собственность? Спасибо. Ну, не так. В данном случае не так. Вы начинаете нарушать коллективные, смешивать коллективные и частные права. Есть квартирная собственность состоит из двух частей. К. Из физической собственности, собственности физического лица и части общего имущества. Продается и наследуется она в комплексе, но при сделке учитывается только частная часть, поэтому здесь дальше можете обратиться к юристам, они вам более подробно разъяснят. Но в данном случае государство не наследует, а перенимает в свою собственность именно имущество физического лица. И, как правило, в моих случаях это заканчивалось тем, что это имущество передается самоуправлению для эксплуатации. Ну, действительно, ситуация ведь парадоксальная. То есть, с одной стороны, если не заплатил один, то, значит, все остальные как бы в ответственности за него. А если этот один, например, скончался, то получается, что здесь вот государство наследует ему государство. То есть, с точки зрения, в общем-то, здесь какая-то такая вот не совсем понятная ситуация. Нам слушательница прислала, я понимаю, такую выдержку из, ну, ссылку на материал из Латвии с Авиза, где рассказывалось о том, как, значит, житель Риги судился с РНП из-за долга, вот, 5000 евро. И ему удалось доказать в суде, что услуги, которые предоставлялись, они предоставлялись некачественно, услуги, которые не заказывали жильцы. И вот своих, как бы, обязательств там по ремонту РНП не выполнило. И вот решение суда, я понимаю, было в его пользу. Вот эта ситуация, она просит прокомментировать вот эту новость. Если, ну, у меня получится, я сейчас попытаюсь получить более точную информацию, но, наверное, это Айварсу вопрос. Я слушал, я слушал, Олега, эту новость и читал просто там в этой газете тоже, в Латвии с Авиза, там не было более подробно расписано суть, скажем так, детального дела, да, процессуальные вопросы про того, насколько старый этот долг был, с чего он состоял и так далее. Ну, во всяком случае, можно, а, поздравить владельца квартиры, да, потому что это показывает лишь то, что за свои права нужно бороться, да, и можно доказать. Это мне напоминает тоже мои первые иски насчет там трех самоправлений, когда квартиры были во владении самоправлений, и они почему-то считали своим долгом не платить те долги, которые создавали арендаторы этих квартир, да, и пока не было в трех разных городах Латвии удовлетворены эти иски, да, самоправлений я почему-то считал своим долгом не оплачивать долги. По этому делу и про отношения жильцов и РНП, ну, что можно сказать там в действительности, когда я разбирал какие-то очень длительные дела, тогда, ну, в РНП на момент создания одного общего большого РНП и по передаче документов с этих 15 отдельных домоправлений в РНП, там были ситуации, когда не до конца была передана информация про эти долги. И из-за этого возможна такая ситуация, что если судиться и досконально отстаивать свои права именно за историческую часть долга, да, тогда у РНП будет очень сложно ее доказать, поскольку там не было правильной и качественно переданной бумаги с этих отдельных домоправлений в большую, да, и нужно смотреть, с чего есть со стейдок, там часто там насчитывались пени, да, когда сам квартира-владелец не подписывал договор, да, то есть их тогда нужно было снимать и так далее. Здесь по каждой позиции нужно рассматривать, смотреть, какая у сторон есть база доказательства, что эта услуга была или не была представлена, и бороться за свои права в тех случаях, когда вы видите, что они нарушаются. У нас есть... Я не говорю здесь пару слов, просто. В суде разные чудеса встречаются, в том числе и такие, но я бы не советовал массово надеяться, что это каждый сможет пройти и дойти до конца. Очень разные решения, и, ну, немножко, я бы сказал, у меня эта новость не вызывает оптимизма. Скорее, если это было, то это была разовая ситуация. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Пожалуйста. Доброе утро. Доброе. Я хотела вернуться вот к бесхозному имуществу. Ну, это вот может через ассоциацию, или как-то вот эти присутствующие господа, и они как бы, ну, может, могут продвинуть, что это просто, ну, устарелое законодательство немножко. О бесхозном имуществе. Раньше это было, когда еще, ну, все, квартиры не были у собственности, а только то, что там у самой квартиры. Так это очень быстро решалось. И там через нотариус, и там вот, ну, там, пужиха, как раньше называлось, они сразу после смерти там приглашали нотариуса, описывали это имущество. Если через шесть месяцев, ну, не было там наследников, то переходило так в государство. Вот это шесть месяцев, то есть, чтобы ускорить этот процесс, да, и то, что пять лет, это чисто упущение, ну, как бы, наверное, в служивающей компании. Я сама помню, что вот таких, запомнился случай на Венску с 50, когда там умерла женщина, жила вроде очень бедно, но там у нее оказалось золотых изделий больше килограмма весом, который вот нужно было послать в Москву, это все золото. Так что, просто там, ну, законодательство надо, наверное, как-то уточнить. Спасибо. Спасибо. Сейчас, если возбуждается дело о наследстве, устанавливается факт отсутствия наследников, то вообще вся эта процедура тренит три месяца. Так что здесь не надо на это уповать. Здесь явное пропустительство управляющей компании. Это первое. И второе, несмотря на всю окажущуюся несправедливость по отношению выморочного имущества, что оно отходит к государству. Но так во всем мире. Это не только у нас. Это общая мировая практика. Еще один звонок сразу. Здравствуйте. Добрый день. Ну, вот такой вопрос. Обращали ли внимание на то, что дворники иногда очистят тротуары за самоуправление? Я объясню, в чем оно заключается. Представим улицу Чака. Есть тротуары, есть дома стоят. То есть дорога. В дорогу входит, в зону дороги входит дорога и тротуары. То есть это территория самоуправления. Согласно законодательству, свою территорию должно убирать самоуправление. Но получается у нас ситуация, когда возложили, и это, кстати, не законно, возложено на владельцев всех домов, и они рядом убирают за самоуправление. Мало того, что они убирают, еще самоуправление накладывают штраф за плохо убранную. Вот это обратите внимание. Потому что у нас весь город, если вы посмотрите, то получается, что владельцы, которые соприкасаются с собственностью самоуправления, они не обязаны чистить. То есть, если рассматривать с точки зрения законодательства, то я не имею права взять лопату или еще какой-то инструмент и работать на территории самоуправления. И это считается незаконно. Но, к сожалению, у нас уже давным-давно 30 лет существует вот такая практика, что наказывает людей, которые не обязаны по закону убирать территорию самоуправления. Им за это никто не платит. Но мало того, их еще по закону наказывают. Вот в чем дело. Вот это обратите, можете, кстати, эту тему хорошо проработать. Спасибо. Ну, я бы сразу ответил на этот вопрос. Видимо, мы с уважаемым радиослушателем читаем совершенно разное законодательство. В законодательстве Латвии нет положений, которые подтвердили, что уважаемый радиослушатель прав. На самом деле, у каждого дома имеется граница земельного участка, так называемый функционально необходимый земельный участок и прилегающая публичная территория. Есть такое понятие, то есть прилегающая публичная территория. Что это означает? Есть земельный участок конкретный, который может находиться в собственности данного дома или другого физического лица, но он считается функционально необходимой частью. И второе, если между этой частью и до границы, допустим, проезжей части, за которую, как справедливо сказал радиослушатель, за проезжей части, там, где ходит общественный транспорт, должны ухаживать самоуправление, а то этот тротуар попадает под определение участка публичного пользования. И по закону, по правилам Рижской думы за этот участок должны убирать владельцы конкретного дома, к которому прилегает этот участок публичного пользования. Вопрос рассматривался в Конституционном суде. Конституционный суд эту обязанность признал в соответствующей соответствии, так что не о чем дальше спорить. Единственное, что они сказали, что самоуправление должно определить долю своего участия в этой уборке. Но самоуправление наше определилось. Если прилегающий участок публичного пользования составляет более половины площади основного участка, то тогда они каким-то образом поучаствуют. Такова настоящая действующая регуляция в сегодняшний день. – Спасибо. – Можно такое жаловаться на то, что не повезло, не так дом расположен. – Можно задавать? – Да, пожалуйста. – Вот еще вопрос такой. А законодатели приняли закон, чтобы утяжеление было в земельной книге, если висит долг? То есть перед продажей кто-то обязан заплатить за коммунальные услуги и за квартплату, да, все полностью, либо продавец, либо покупатель. И если нет, то почему не принят? И все-таки вот Сидорко, Гонтарев, Эрвин Страуп, они же не решают, нельзя ли пригласить министра экономики, министра финансов и комиссию Сейма по юридическим вопросам, чтобы они в курсе вот этого, что будет коллапс просто. Если РНП обанкротится, то мы останемся без воды, электричества, тепла, ну и так далее. – Спасибо. – Ну я бы сказал так, на сегодняшний день поправки к гражданскому закону, предусматривающие нечто подобное, что сказал уважаемый радиослушатель, во втором чтении пока утверждены. Будут ли они, дойдут ли они до третьего чтения, будут ли они внесены в закон гражданский, и каким образом это будет реализовываться, посмотрим. Но все знают прекрасно, отвечу сразу, знали уже с 98-го года очень хорошо, со времен первого кризиса коммунального. Но есть определенные силы, которые противятся. Одна из этих сил – это банковские организации, которым крайне невыгодно это положение. – Почему? – Ну потому что у них право первой руки было на долге, а теперь у них будет ущемленное право первой руки. Это сразу очень сильно им не нравится. Это первое. Второе – ну я не знаю. Понимаете, сколько мне приходилось участвовать во всяких комиссиях, которые обсуждали этот вопрос. Ну законодатели считали это несущественным вопросом. Они проходили мимо. Да, такое есть, ну и что? Такое было. Вот сейчас кому-то удалось в гражданском законе добить. – Но вы включите вот логику. Вы залезаете на логику. Извините, пожалуйста, я сразу вас прерву и скажу. Я логику включать не могу. Я могу включать знания нормативной базы. Нормативная база такая, не нравится нормативная база. Голосуйте за другую Реческую Думу, чтобы она изменила базу. А в логике чего говорить? На красный свет можно идти, если никого нет или нельзя? Вот мы начинаем включать логику. – Давайте не ругаться. Этот вопрос мы тоже поднимали на одной из наших передач. Здесь проблема в том, что политическое решение Реческой Думы, что является тем объемом дополнительного участка, за который Реческая Дума, например, готова что-то компенсировать. То есть на данный момент это только политическое решение. Насчет долгов еще возвращаюсь. Я сам лично подавал изменения к закону и как частный дом прав, и как ассоциация, потом и как руководитель РНП. Еще три года обратно мы сидели в Сайме. Сергей, те изменения к закону, которые сейчас идут и приняты в втором чтении, они одновременно с нашими поправками подавались. Только наши поправки предполагали намного шире возможности. Эти поправки, которые прошли за эти три года во втором чтении только, они предполагают ограничение в 5% со всего долга, что можно будет погасить от стоимости той суммы, которая будет взыскана в аукционе. А кто сопротивлялся, я могу сказать. Я сам сидел, поскольку защищал этот законопроект, и вот как радиослушатель говорил, показывал коллапс, который наступит, если это не принять, тогда там Песла администрит вертела головой и говорила, а проблемы-то нет? Проблемы же нет. Ну, я говорю, как проблемы нет? Говорит, ну проблемы же нет. Ну, каждый год же каким-то образом это решалось, каждый год подключалось к отоплению, из этого проблемы нет. А то, что у вас там долги, у Дом прав, ну, сам виноват, да, там, ну, вот, работайте быстрее. Когда им показываешь статистику, сколько исков было подано, сколько, какого рода результатов было, и сколько денег просто мертвым брузом стоит просто у судебных приставов, и потому что взыскать уже нечего, да, и то есть этот долг уже висит на конкретном доме, поскольку он не будет взыскан, да. Ну, это никто не хотел видеть, да, там, и, ну, вот, такого непонимания. Ну, здесь непонятно, то ли это непонимание, то ли, как Сергей сказал, настолько сильный лобби банковский, который полностью перенял, как бы, если это министр, и тут непонятно, да, там, что является изначальной причиной, но для нас, как для тех, кто ежедневно пользуется коммунальной сферой, и над своей головой все время ощущает этот, да, Маклазуобенс, как по-настоящему говорят, да, что в любой момент у нас есть какая-то угроза со стороны, там, соседей, что вдруг у него что-то будет плохое, и он не сможет справиться со своими долгами, и нам придется его оплачивать. Ну, эта проблема не решена, и там уже какая разница, почему она не была решена, потому что сильный банковский лобби, или потому что ты за это министр, и за все эти уже более как 20 лет притворяются, что не видят эту проблему и не хочет понимать, да, там, ну, к сожалению, ну, вот, мы знаем, кто против, и вот, ну, даже этот прогресс за три года, что всего лишь второе чтение, ну, это показывает какое нежелание, непонятие, да, всей этой сферы, в тех головах, которые мы выбрали и от которых зависит вот наша повседневная жизнь в многоэтажных квартирах, в многоэтажных домах, да. То есть получается, что ведь никто не застрахован от того, что в его доме окажется какой-то вот, ну, неблагополучная семья, которая не сможет справиться там с накопившимися долгами, и в любом случае это может коснуться вот всех и каждого. Да, к сожалению, на данный момент так. Если говорить о позиции министерства юстиции, то были более интересные заявления. А что такого? А у вас есть исполнительный лист, это те же деньги. Когда я предложил им выкупить у меня по номиналу исполнительные листы, но они сказали, что это не их функция. Ну, понимаете, там идет полное непонимание вопроса. Ну что же, к сожалению, вот у нас время закончилось. Я вижу, что еще продолжаются звонки. Наверное, мы в следующий, уже в следующем году, следующий понедельник. А, нет, у нас еще будет последняя, да, последняя передача в этом году. Так что мы сможем успеем ответить на ваши вопросы и поговорить, может быть, в подведении итогов. Спасибо большое всем тем, кто сегодня принимал участие, задавал вопросы. Сергей Сидор, Каев Розгонтерев сегодня отвечали на ваши вопросы. Спасибо и до новых встреч, до следующей программы. Субтитры сделал DimaTorzok